Тема моей проповеди сегодня называется «Цель поста». Я знаю, что когда мы говорим о посте, обычно эти темы, ну, никак не вдохновляют. Ну, наверное, вы можете хоть как-то улыбнуться, согласившись, что ну, как-то оно аж... Но у меня для вас есть вопросы, которые, я думаю, вам, ну, точно понравятся. Как вы думаете, мы в прошлом году наелись, а прошлой ночью или позапрошлой тоже хорошо покушали, правда? Ну, и еще есть одна хорошая новость – это то, что я смотрю на вас и думаю, вы молодцы. Вы вообще поститесь часто, упражняетесь в этом регулярно, потому что, изучая так немножко, как работает биология человека, то приблизительно в среднем так устроен человек, что он должен 8 часов спать. А 8 часов, когда человек спит, по идее, он не кушает. Ну, вряд ли, конечно, бывает у вас такое, как у меня, что вы встали в 3 часа ночи и начинаете кушать. Я вижу ваши глаза большие, это была шутка. Нет, я не кушаю ночью, но бывает. Я думаю, у некоторых и такие порывы, и я думаю, вам стало легче, если у кого-то бывает, и вы не одни. Но главное то, это то, что ночью обычно человек не кушает. И получается, что когда он просыпается утром, то он как бы прерывает свой пост. Если он поспал 10 или 12 часов, вообще молочинка, 12 часов был в посте. Вы представляете, это целый почти день человек был в посте. И так каждый день, регулярно и стабильно. Представляете, какие мы молодцы. На самом же деле это не так. Хочу вернуть нас всех к мысли, что такое пост. Пост, классический пост, это воздержание от пищи, а самое главное, ради духовных целей. Поэтому, когда человек просто спит, и как бы в посте это не считается, потому что он не кушает не ради духовных целей, а просто потому что не в состоянии, заснул. Так бы перекусил бы, но заснул. Поэтому, друзья, пост ради духовных целей, именно и это является постом. Когда человек не кушает, это не значит, что это пост. Есть еще такое понятие, как голодовка. Это тоже своего рода пост. Это тоже человек не кушает. Но это не есть пост. Это точно называется бунт, протест, требование, голодовка. Это метод достижения этой цели. Но когда мы говорим о христианском посте, о котором мы читаем с вами в Писании, то это ради духовных целей. И это включает в себя то, что вместо приема пищи мы заменяем это, опять же, духовными какими-то занятиями, чтением Писания, молитвой, и этим питаем свой дух. Итак, друзья, мы как церковь в согласии вступаем в этот Новый год, умышленно выбираем этот метод быть в посте и молитве. Я очень надеюсь, что каждый верующий, кто меня слышит, что он обязательно в этом месяце найдет хотя бы один день, два дня, сколько дней вы сможете, что вы пребудете в посте и молитве. Я вас к этому призываю, я вас вдохновляю. Я верю, что это часть христианской жизни. Я верю и вижу, что об этом написано в Писании, и в Старом Завете, и в Новом Завете написано о посте. Я вижу библейские герои, которые всем нам известны, они также практиковали пост. Я вижу результаты, которые люди получали также через пост и молитву. Поэтому я вас вдохновляю, призываю, чтобы двигаться этим путем, друзья. Я знаю, что сегодня это не модно. Сегодня это не популярно. Сегодня, кажется, это трудно. На самом деле, я думаю, что просто мы, современные христиане, стали немножко ленивые. Потому что первые христиане, если вы изучаете историю церкви, для них пост – это была норма. Это было каждую неделю, два раза в неделю, как минимум, каждую неделю в пятницу. Даже, я думаю, старшие люди это помнят. Это была норма. А первые христиане – это была вообще норма. Некоторые люди называют пост как часть духовной дисциплины. Это все равно, что в физическом мире у нас врачи призывают к здоровому образу жизни и говорят, что нужно зарядку, нужно заниматься спортом. Это часть здоровой дисциплины или здорового образа жизни. Точно так же и в духовной жизни пост является частью нашего духовного здоровья. Отсутствие поста в христианской жизни, один проповедник сказал, это признак своей удовлетворенности духовной. То есть человек духовно удовлетворен в том положении, в котором он находится, что он все достиг, что он все имеет. Но я вижу, что Бог призывает нас всегда возрастать и углубляться в Боге. Итак, давайте сегодня с вами поговорим о целях или о цели поста. Интересно, как вы думаете, сколько вообще постов есть в Библии описано? Сколько их всего? Кто-нибудь посчитал? Ну, я занимался изучением этого вопроса, и насколько я посчитал правильно, вы мне скажете, если вы найдете больше, до 20. У меня было раньше цифра 18, но я сейчас еще нашел парочку. До 20 разных постов, которые описаны в Старом и Новом Завете. Это много. И если взять все их анализировать, то их можно все распределить в три основные категории, три главных цели, ради чего люди постились. Итак, три. Первая цель поста – это покаяние, очищение, поиск, вот этого освящения. Вторая цель поста, ради чего люди постились в Библии – это откровение или руководство в жизни. Люди искали какого-то руководства, куда идти, что делать. Господи, помоги принять правильное решение. И третья цель – это нужда. На следующем слайде вы увидите вот три таких как бы круга, которые пересекаются между собой. Это все разные цели поста. И вот если вы возьмете 20 вот этих постов в Библии, то вы каждый из них сможете квалифицировать, поставить в одну из этих категорий. Я думаю, самый интересный вопрос – это вопрос к нам. Ради чего обычно пощусь я? Как часто я это делаю и ради каких целей? Я думаю, что, скорее всего, мы с вами сможем признаться в том, что больше всего люди, верующие сегодня, постятся во время кризиса, беды и проблемы. Их вынуждает только одна цель, одна и единственная, и самая популярная – это нужда. Да, ведь ситуация. Просто других вариантов нет. Давайте попробуем с вами пойти по порядку и посмотреть эти все примеры в Библии. Итак, первая цель поста. Я вам приведу только несколько примеров. Их есть намного больше. Покаяние. Ради чего люди постились в Писании. Третья книга Царств, 21 глава, 27 стиха написано. Выслушав все слова сии, Ахав, царь, разодрал одежды свои, возложил на тело свое в речище и постился. И ходил печально. И было слово Господне. Посмотри, как смирился предо мною Ахав. За то, что он смирился, я не наведу беды. Интересно, что Бог сказал свое слово, что этот человек будет наказан. Он был предупрежден неоднократно. Он знал, как нужно правильно поступать. Он не делал то, что должен был делать. И Бог говорит, что ты будешь наказан. Дальше человек выбирает, признает свою вину, идет к Богу не просто в молитве. Он решает быть в посте и молитве. Он смиряется. И Бог обращает свое смирение. Бог обращает внимание на его смирение. И Бог меняет свое решение. Очень важная деталь. Но метод, как он к этому подошел, это была молитва и пост. Написано, что этот царь был очень нечестивый. Один из самых, ну можно сказать, чемпионов в обратную сторону. Настолько он был грешный и нечестивый. Но дальше он постится ради чего? Вот здесь нам важно увидеть цель поста, которая написана здесь. Почему он постился? Он ничего у Бога не просил. Ни богатства, ни здоровья. Он только брал пост ради того, что я осознаю. Я прошу прощения и я хочу, ищу очищения, освящения. И Бог обратил свое внимание и отреагировал на этот пост. Богу нравится, когда люди сами движутся путем смирения и очищения. Еще один пример из Библии. Иона 3 глава. Там написано еще об одном посте. И поверили ни невитяне Богу, и объявили пост. И дальше ни люди, ни скот, ни волы, ничего не ели. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего. И пожалел Бог о бедствии. Интересно то, что это был пост, где постились не только люди, но и звери. Поэтому, если у вас дома есть собачка, читайте Библию. Но, конечно, это шутка о том, что и собачка должна поститься. А о том, что читать Библию, то это не шутка. Интересна цель поста. Ради того, что они поняли и осознали их состояние, люди объявляют пост и молитву. Бог снова обращает свое внимание. Но, заметьте, цель поста. И таких, друзья, примеров есть немало в Библии, где весь народ израильский выходил, и написано, что они стояли, они плакали, они Богу поклонялись, они постились, были в молитве и в посте. И потом, когда вы читаете цель, вас удивляет, кажется. И вот это и все? Вы вот это так затеяли, вот это страдаете ради того, что вы хотели сказать, Господи, прости? Да, конечно, друзья, мы не завоевываем у Бога прощение своими делами. Вот должен столько отстрадать, заслужить. Нет, Бог дает свою благодать. Это незаслуженная милость. Мы этим получаем от Бога прощение. Но сам принцип, друзья, остается для нас и сегодня актуальным, что когда человек искренне идет путем очищения, он понимает, что для его плоти, для его состояния, ему просто полезно иногда в жизни остановиться, от чего-то отказаться, перефокусировать свое внимание с еды на другие вещи. И ради этого он берет пост и молитву. Вот почему, друзья, и сегодня, в наши дни, на следующую пятницу, не в эту пятницу, а через пятницу, в нашей церкви, мы это каждый год практикуем, то, что мы называем Freedom Night, или это День Свободы, когда люди приглашаются добровольно прийти на исповедание, на молитву, на молитву освобождения, возможно, изгнание от каких-то злых духов, которые мучают нас. Но это все должно быть, друзья, добровольно. Человек должен к этому созреть. Человек идет сам этим путем поста, путем покаяния. Человек сам идет и просит помощи какой-то духовной, потому что он стремится, не потому что на него давят, а потому что он сам ищет этих отношений личных и глубоких с Богом. Поэтому я вас вдохновляю, друзья, идти этим путем. Мы с вами прослушали целую серию проповедей. Помните, исповедь, кому, зачем. Я думаю, много там было полезных уроков для нас. Главное, чтобы это тебе помогло. Поэтому я призываю вас начинать этот Новый год правильно, сразу, с чистой страницы. И один из методов поста, ради чего люди в Библии постились, и редко кто это делает сегодня, это очищение и покаяние. Кстати, в народе израильском есть такой пост, очень известный праздник, его еще по-другому называют Йом-Кипур. Это день очищения. Представляете, целый праздник посвящен, пост. И это все ради той же цели. Вторая цель, ради чего люди постились в Писании, это откровение или руководство в жизни. В Суде 20 глава, 26 стих, там описывается история, когда все сыны Израилевы и весь народ пошли, пришли в Дом Божий, сидя там, плакали пред Господом и постились в тот день до вечера. И дальше там, конечно, интересная история описывается, как Бог отвечал, как они шли на войну, проигрывали, выигрывали. Мы не будем идти в эти детали, но суть была в том, что они пришли к Богу с вопросом, что нам действовать, как нам правильно поступить, идти на войну, не идти, победим, непобедим. Они спрашивали Божью волю, искали руководство в своей жизни, хотели получить откровение, чтобы не ошибиться в решении. И сегодня, я верю, что это тоже один из правильных методов и для нас сегодня, когда мы берем пост с целью, чтобы получить от Бога направление в жизни, руководство в жизни. Через эти примеры из Священного Писания мы видим, что Бог так действовал, Бог так отвечал, и мы можем также применять эту практику и сегодня. Дальше еще один есть пример из Нового Завета. Мы об этом будем говорить уже в следующий раз. В следующий раз мы поговорим с вами о постах в Новом Завете и сравним их с постами Старого Завета. Очень интересная там есть, друзья, параллель. Очень интересная. Но в Новом Завете тоже есть пост, о котором написано в Деянии, 10 глава, где описывается пост человека, но там очень трудно понять, ради чего он это делал. Не написано ясно цель. Но мы узнаем цель из результатов, которые он получил. И об этом поговорим в следующий раз. Но цель поста была поиск Божьего откровения, руководства. Даниил, помните, он тоже во время своего поста, он получил откровение от Бога. Именно откровение от Бога получил. Интересно, что и сегодня мы можем это применять и в нашей жизни, друзья. Когда мы говорим Богу, что, Господь, я не хочу принимать решение сам. Я ищу, я, Боже, прошу Тебя, пожалуйста, дай мне правильное решение. И третья цель, ради чего люди постятся в жизни, это нужда. Это могут быть разные проблемы земные, финансовые, проблемы отношений, здоровья, защита, охрана и так далее. Один из ярких примеров этой цели описан книгой Есфир, 4 глава, 16 стих, где сказано, соберите всех иудеев, поститесь ради меня, не ешьте, не пейте, и три дня, и три ночи, и потом я пойду к царю. И если погибнуть, погибну. Очень много уроков полезных мы можем видеть из этой истории. Во-первых, хочу обратить ваше внимание на то, кто призвал весь народ или всю церковь поститься. Это был не пастор, это был даже не священник. Это была молодая девчонка, которая была, слава Богу, кем-то правильно воспитана. И вот в таких ситуациях она не растерялась, она знает, какой методикой пользоваться. Хотя у нее были и другие методы. Она была близко возле президента, могла и там как-то, возможно, пробовать влиять. Но она не совсем надеется на ту методику. Она прибегает к Богу живому и призывает к этому всех. Представьте, всех призывает участвовать именно в этом проекте и использовать именно этот метод. Ее нужда была эта защита. Они просили Бога защитить и спасти их жизнь, которая была в опасности. Но самое интересное, еще нам нужно увидеть то, что после того, когда она окончила пост, ее проблемы не решились. Мы часто думаем, что если я возьму пост, один день проблемы решатся. Но если два дня, то точно, а если три дня, то это гарантия. После того, когда они побыли в посте три дня, ее проблемы не закончились. Ответ она получила не сразу. После того, когда она помолилась и была в посте, она еще начала действовать. Помните, что она делала дальше? Она еще начала действовать. Она еще так же делала все, что могла со своей стороны. Но при этом первостепенный ее шаг, первый, первый ее принцип, первый шаг был. Господи, в тебе нуждаюсь. Господи, нуждаюсь в твоей помощи. Господи, помоги мне. Господи, перед тобой смиряюсь. Господи, перед тобой в молитве и посте, ты мне очень нужен. Я сама на свою тактику, методику не надеюсь. И дальше, когда она действовала, то есть не сразу после поста решились проблемы. Прошло еще время. Нам это тоже важно в жизни понимать и помнить. Но самое интересное, я хочу обратить ваше внимание на то, что она сказала в конце. Если мне придется погибнуть, я погибну. Ух, какая вера. Так, подожди, Есфир, ты только что всех вот это, ты понимаешь, ты собрала народ. Ты понимаешь, какой ты кипиш подняла. Пришли сюда все старички, еле-еле пришли там, не знаю, всех мы собрали. И ты нам даешь тут такой челлендж. Три дня не есть и не пить. Ты понимаешь, как это, может быть, кто-то не выживет вообще во время этого поста. А потом ты как-то так, между прочим, кидаешь. Ну, если мне надо погибнуть, то я погибну. То есть, ну, получится, не получится, не знаю. Нет, друзья. Это вопрос не в том, что она не знала. Вопрос не в том, что она не верила. А вопрос большого, большого шага, Господи, да будет воля Твоя. Вот это, вот это сильно, вот это мощно, вот это глубоко, вот это знак зрелости. Господь, я буду молиться, я буду поститься, но что бы ни произошло, да будет воля Твоя. И если даже мне придется погибнуть, я готова погибнуть. Пост, друзья, он раскрывает, помогает человеку принять волю Божью. Именно пост помогает принять человеку волю Божью. Мы все знаем, что она есть, мы все знаем, что она полезная, но иногда нам ее так тяжело принять. А кто из вас помнит пост Давида? Сколько дней он постился? Семь дней. Интересно, какой был результат его поста? Сын умер. Кажется, вау, и какие были действия Давида сразу после окончания этого поста? Написано, как только он узнал, куда он первое пошел? В Дом Божий. Что он сделал там? Воздал славу Богу. Очень интересное действие. Нелогично, как-то, ну, вообще нелогично. Пост помогает человеку принять волю Божью. Конечно, там есть контекст, история, которую сейчас нет времени объяснять, но главный вывод, что воля Божья, она и тогда в Старом Завете, и сегодня, она есть. Понятно, что Давид, я, как я уже сказал, не буду объяснять то, что ему сказал там пророк Нафан и так далее, но его реакция, у нас у каждого реакция может быть очень разная, особенно, когда происходят неприятные вещи. Поэтому, друзья, и сегодня я хотел бы, чтобы мы задали себе этот вопрос, смотря на эти три цели, какой, ради какой цели, обычно я пощу сегодня. Если можно, еще три цели на экран. Пусть это сегодня поможет нам проверить свои мотивы. Если мы, друзья, смотрим на все посты в Библии в Старом Завете и в Новом Завете, у них есть одно большое отличие. Почти все посты Старого Завета были мотивированы кризисом. Господи, спаси, защити, дай, я сказал, почти все. А теперь только чуть-чуть подумайте о постах в Новом Завете. Об этом мы поговорим в следующий раз, но вы хоть чуть-чуть подумайте. И это показывает уровень отношений с Богом. Есть уровень отношений, это закон, который действовал в Старом Завете. Ты должен дать десятину, ты должен там сделать. Ты не должен делать, вот это нельзя, вот это нельзя, вот это нельзя. Ты должен поститься. Человек голову согнул и пошел. И так отбывает. Или другой уровень отношений. Я делаю не потому, что я должен, а потому, что я люблю. Я хочу, потому что я люблю. Не потому, что я должен. Мне это не в тягость. Я это делаю из-за любви. Вот это уровень отношений. И сегодня люди, когда приходят в посте и молитве, часто, друзья, нам важно честно признать себе, на каком же уровне там я среди этих трех категорий. Где же нахожусь я? Неужели я всегда вот в этой нужде? И только ради этого я пощусь. Я до свадьбы, помню, постился. Ну, а после свадьбы еще пару раз, когда заболел, тоже постился. А вообще остальное по жизни не знаю. И когда мы берем пост, друзья, как важно мотив, мотив моих отношений с Богом. Это очень многое меняет. Мотив ради кого, ради чего я это делаю. Вспомните, почему постился Иисус Христос. У Него была нужда. Нужно были какие-то проблемы решить. Откровения нужно было получить. Интересные вопросы, которые нас заставляют задумываться. И приводят нас немножко отврезвляя, ради чего постимся мы сегодня, если мы это делаем. И, друзья, дальше мы с вами подходим к одному из вопросов, которые, я думаю, я хотел бы с вами сейчас поговорить о двух постах, которые также описаны в Писании. Это активный пост и пассивный пост. Оба примера существуют в Библии. О активном посте мы с вами поговорим в следующий раз, но я хочу, чтобы вы знали, что об этом написано. Сначала я объясню разницу. Активный пост – это когда человек во время поста он служит людям. Он посещает больных, он навещает кого-то, он жертвует кому-то, он где-то в церкви участвует, он что-то делает, он служит, он активный, он среди людей, и при этом он в посте и молитве. Это называется активный пост. А есть пассивный пост. Это когда человек идет к тому же самому Богу, он также пребывает в посте и молитве, но при этом он ничего не делает, никакой работы, никакого служения, никакого милосердия, никакой благотворительности, он просто в покое, он где-то закрыт, он спрятан. Это пассивный пост. И оба есть в Библии. И оба хорошие. Нельзя сказать, что один лучший, другой плохой. Они и те, и те полезны. Иногда. Но сегодня я хотел бы с вами поговорить именно о пассивном посте. Об активном описано Исаии, 58 глава. Очень подробно написано. Бог говорит, вот пост, который я избрал. А о пассивном посте давайте прочитаем с вами вместе Ниемии, 9 глава, с 1 по 3 стих. Ниемии, 9 глава. Там написано. «Собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и стояли на своем месте, четверть дня читали из книги закона, четверть дня исповедовались и поклонялись Господу Богу своему». Итак, у меня вопрос. Что они делали? Чем они занимались? Ну, мы уже знаем, чем они постились. Дальше. Что еще они делали? Написано. Стояли. Написано. Читали Слово Божие сколько минут? Сколько часов? Написано. Четверть дня. Вы представляете, какой приличный срок был посвящен только чтению. А представьте себе, что все, все, написано, весь народ израильский собрался. Вы представляете, вот, ну, вы, вы, наверное, не можете поверить, да, чтобы так вот завтра объявили. Завтра в посте будут все бизнесмены, медработники, мамы, папы, дедушки, бабушки. Ну, все бы сказали, ну, Богдан, классная идея, но не в наше время. Вы представляете, насколько люди сегодня мы заняты. Насколько кажется, ну, невозможно. Кажется, некоторые библейские принципы, ну, сегодня, ну, ну, никак. Интересно, что они еще при этом исповедовались и поклонялись Господу. То есть, пост сопровождается поклонением Богу, хвалой Богу, благодарностью Богу. Несмотря ни на нужду, ни на цель, пост, это нормально, когда он сопровождается поклонением и хвалой нашему Господу. Я хочу обратить ваше внимание на то, что они при этом никакой работы не делали. Никто не ходил на работу, все оставили свои фермы, не знаю, как там скот ныл, выл, выжил, но они стояли, написано, целый день, целый день. Они ничего не делали, они только были в посте и молитве. Вот что, это пример пассивного поста. Еще вам приведу параллель, что делал Иисус во время поста. Кого он посещал, кому он милостью давал, где он проповедовал в это время, чем занимался Иисус во время поста. Это еще один пример, тоже поста, из старого и нового завета. Интересно, что есть пост, есть такой уровень, когда человек как будто бы на паузу ставит жизнь, мир, дела, мысли, а самое главное суету на корне пытается хотя бы подрезать. Вот это, друзья, я думаю, один из сложных постов, один из моих любимых, потому что, я думаю, мы люди больше свойственны к активному посту. Мы же всю жизнь активны, мы всю жизнь заняты, мы всегда привыкли что-то делать, и даже во время поста нам хочется что-то делать, кого-то там посещать, даже легче как-то, что-то делать доброе, как-то совесть свою успокаивай, что-то сделал хорошенькое, кому-то помог, это все тоже хорошо, нормально. Ну, а попробуй не делать, это же целый вызов, вот целый день не делать ничего, сидеть и Библию читать. Человек чувствует себя наказанным, а с другой стороны можно назвать, какой шикарный духовный отпуск, это просто, ну, вообще кажется, all-inclusive. Вода, вода, и еще раз вода, и без лимита. All-inclusive. И это, друзья, тот пост, который, я думаю, наверное, самый редкий сегодня, самый сложный сегодня, наверное, самый непопулярный сегодня, но он точно есть в Библии. Я, друзья, уже не первый год практикую, стараюсь чтобы вот именно в такой пост входить. Когда ты ничего не делаешь, когда ты отключаешься от всего, когда ты сфокусируешься полностью на Богу, на Боге, я стараюсь в это время отключить свой телефон, стараюсь сообщить об этом, естественно, своим близким, своей жене, стараюсь даже найти место, где даже никто не знает, где я, чтобы меня никто там даже не нашел. И вы знаете, друзья, кто-то из вас скажет, «Ну, это невозможно, ну, как это? Ну, у меня же работа, у меня же бизнес, у меня дети, у меня семья, ну, это тебе там можно». Нет, друзья, послушайте, дайте еще пару минут внимания. Это и тебе можно. Потому что даже, когда я не был в этой позиции, это уже пробовал. вспомните, друзья, когда вы ездили, кажется, ну, как, отключить телефон, а зачем его вообще отключать? Потому что мы живем, друзья, в такой век информации, нас просто бомбят информацией. Вот эти сообщения просто не перестают, не оставляют нас в покое. И часто мы вроде бы и хотим услышать голос Божий, но мы его не слышим не только потому, что Бог не говорит, а потому, что слишком много шума вокруг, слишком много шума вокруг. А если мы говорим о близких отношениях, о близких отношениях, то обычно в близких отношениях человек иногда говорит шепотом, правда? Они настолько близко. You have such intimate relationship with someone. You don't have to yell, scream, you can just whisper. Помните, есть такое место в Писании, где написано, что Бог говорил как? Тихим веянием ветра, тихим веянием ветра. А где же ты этот ветер видишь? А ветер ты не видишь. А где же он тихий? А вот в этом и все, он тихий. Но Бог говорил. И там на примере приводится, а мы ждем огонь, гром, с неба там, такое землетрясение. Бог сказал. Бог может по-разному сказать. А иногда таким тихим, тихим, тихим внутренним голосом, внутренним, внутренним. Но для этого же нужно же как-то шум отключать, выключать. А наш самый сейчас, кто этот шум или тишину забирает, это телефон. Это Viber, это WhatsApp, это YouTube, это Instagram, это Netflix, это Facebook, это много-много других всяких apps и так далее. Это месседжи, текст месседжи. Это все же, оно нас просто, ну не дает покоя. Если я два часа не проверил свой телефон и потом ты его поднимаешь, то это же ужас, сколько там этих месседжей понаприходило. И ты пока только все, вы знаете, вы даже некоторые не читаете, правда, вы их только открываете и только, и только вот так вот вниз, scroll down. Вот почему у вас, вы никогда не думали, почему большой палец, он самый большой, он самый накачанный, потому что мы же его качаем каждый день. И вот, друзья, получается, чтобы где-то услышать, чтобы побыть вот в этом посте и в этом отношениях в этих с Богом близких, иногда нужно отключаться. И вы скажете, это невозможно. Вспомните, когда вы ездили на круиз на неделю в открытый океан, если ездили, но вы знаете, что хотя бы кто-то ездил, из-за них давайте порадуемся. И вот, когда они ездили, раньше было так, что связи не было. И вы представляете, как они выжили. А бизнес, а дети, а все остальное, целую неделю без связей. Приехали загорелые, красивые, и выжили. Вау, и еще и столько заплатили. А тут, представляете, вам предлагают такой отпуск настолько дешевый. Ящик воды купил и почти фри. Телефон отключил, где-то спрятался, в гараже, в машине уехал, в парк, в лес. All inclusive. Ну, невозможно, а круиз возможен. А давайте вспомним, как раньше мы ездили в отпуск в другие страны, помните? Еще тогда, ну, не так можно было иметь связь в любой стране. Помните, уехал в другую страну и нет связи. И кажется, бизнес, дети, ну, куда? Уехал смело и отдыхаешь. Это отпуск физический, а есть отпуск духовный. Окей, хорошо. Допустим, на неделю это невозможно, а можно на два дня? На два дня можешь отключиться? На два дня? Окей, а на один день можешь? Отключиться. Запланируй. Договори с супругом. Один день ты уехал, другой день она уехала. просто уехал на океан, в парк, на целый день, выключился. И вот, и четверть дня читали закон, читали Слово Божье, были в посте и молитве. Когда ты вернешься после такого поста, вы увидите разницу. Уже другого уровня поста вы не захотите. Пост, когда мы идем на работу, это, слава Богу, и за это, друзья, и хотя бы это пробуйте. Но я же это тоже пробовал. Когда ты идешь на работу, когда ты там целый день в суете, когда тебя дергают, тебя проблемы, люди раздражают, достают. Ты пришел домой злой, а еще и голодный, и был вроде бы в посте, и там проблемы, там рабочие достали, тут еще кто-то дома достал, да и вообще этот пост, ну не будем говорить, и кажется, и ты пришел, и вроде бы в посте побыл, и вроде бы и злой, и видишь, и пользы, и бестолку. Слава Богу, если все получилось, хорошо. Но я вам предлагаю, друзья, попробовать вот этот пост, пассивный, когда ты ничего не делаешь, не суетишься, никуда не бежишь, на часы не смотришь, и телефон не проверяешь, а только в Слово Божье вникаешь. Для кого-то, друзья, нужен пост просто от каких-то вещей, которые нас отвлекают. Кто был на новогоднем служении, я читал местописание евреям, 12 глава, где Бог говорит, освобождайтесь от бремени, от груза и от запинающегося греха. То есть, есть бремя, есть груз, который не обязательно грех, просто пустые разные вещи. Сегодня это социал-мидия, это может быть телефон, это может быть идол наш, это могут быть разные сериалы, фильмы, видеоигры и так далее. Сегодня я даю вам вызов, всем, кто смотрит, всем, кто слышит, хотя бы от соцсетей отключись на неделю. Я это делаю на следующей неделе. Who wants to join me? Просто неделю отключайся, не проверяй, не выставляй, освобождайся. И вместо этого заменяй это Словом Божьим, заменяй. А попробуйте две недели, попробуй хотя бы три дня. Я помню, как один брат мне сказал, я три дня отключил Инстаграм, и первое, что я понял, а что я зависим. Все, это первое, что он понял. Попробуй отключить YouTube, Viber, попробуй не проверять. Поверь, никто не помрет. Просто сам для себя попробуй, но замени это время. Не просто отключи и смотри в потолок, что же я наделал, а ты же замени это время, это питание. Все, что мы смотрим, все, что мы слышим, это питает наш дух. Все, что ты слышишь, все, что ты читаешь, видишь, смотришь, это все питает наш дух. Вот почему важно иногда отключать кое-какие вещи и включать другие, чтобы напитать себя внутри. Вот почему я даю вызов всей церкви, всем верующим. Отключайте Viber, отключайте social media, отключайте телефон на день, на неделю, social media, на месяц. Поверьте, друзья, это иногда терапия полезна для нашего духа. И у меня только одно к вам пожелание. Если ты хочешь с Богом иметь отношение ближе, глубже, лучше, в этом году хочешь духовней быть, докажи это себе и Богу, даже мне не надо. Просто себе и Богу докажи, что ты готов. Иди на радикальные меры, действуй. Читай, вот Неемии, девятая глава. Стояли, ничего не делали, книгу читали, Слово Божие читали, Бога славили, хвалили, и все. Вы представляете, как нам сегодня тяжело отключить мир? Нас постоянно включают, нам постоянно что-то суют, нам постоянно любую апп, которую ты загружаешь сегодня, у тебя один вопрос, can we push notifications? Скажется, ну куда уже push? Уже тебя давят, посылают уже там эти сообщения со всех сторон, и тебе опять еще что-то хотят посылать и сообщать, и сообщать, и ты, кажется, ты уже от сообщений уже устал, а потом ты, Господи, а что ты не говоришь? Так а ты вообще, ты готов или я готов слушать? Я тут не успеваю эти месседжи разгребать. Какое там еще, что кто-то мне говорил? Мне дочка со мной разговаривает, я ее не слышу, у меня месседжи в вагон. Как я могу Бога услышать, если я дочку не слышу? Она перед моим лицом стоит. Да, друзья, я призываю нас, верующих, в наше время сегодня идти на радикальные меры в борьбе не только против греха, а против суеты, против информации, которая заполняет наши мозги, заполняет наши мысли и ворует наше время, если мы хотим каких-то перемен в этом году. Поэтому я призываю церковь не просто к посту и молитве, я призываю церковь к другому уровню, других мотивов иметь пост. Я призываю церковь каждого пересмотреть, ради какой цели я пощусь вообще по жизни и как я провожу свой пост. В суете, не поел, помолился, побежал, снова побежал, снова устал. Постился, устал и забыл зачем. Поэтому, друзья, в этой молитве я вдохновляю вас, чтобы мы все выбрали день уехать на духовный vacation, духовный отпуск, нашли место и просто побыли наедине с Богом. попробуйте хотя бы один день. Если сможете, два дня. Как вы думаете, какой пост лучше? Паститься долго, но редко? или поститься? Или поститься? Коротко, но часто. Какой пост лучше? Пять дней? Семь дней? Это трудно, но редко. Или один день каждую неделю? кто думает, кто думает, что долго лучше? Вы просто молодцы. А кто думает, что коротко лучше? А кто вообще думает, что это плохая идея? Друзья, знаете, что лучше? Лучше тот пост. Знаете, какой лучше? Тот, который вам больше приносит результата. Потому что, ведь вы согласны, смысл не в том, чтобы просто затеять что-то ради лишь бы быть занятым чем-то. лучше тот, который приносит вам результат. Я вам скажу за себя. Для меня пост один день почти не работает. Я не хочу унизить никого, кто будет пробовать хотя бы один день. Пожалуйста, пробуйте, хотя бы полдня. Пожалуйста, не будьте ленивы, хотя бы полдня. Хотя бы день пробуйте. Учите этому ваших детей. Если вам от пищи тяжело, потому что вам нужно принимать медицину, паситесь от телефона, от социальных сетей, от фильмов, от пустых разных вещей, от всего, что отвлекает в жизни. Отключайте, объявляйте себе сами карантин. Для меня пост один день мало влияет. Для меня лично три дня. Тогда я чувствую. Тогда я чувствую. А если для вас, друзья, и один день это уже отключиться, это уже результат, да поможет вам Бог, лишь бы вам это было на пользу, лишь бы вы почувствовали пользу и результат. Я вас вдохновляю идти этим путем. Давайте мы встанем для молитвы. Я вас приглашаю, друзья, на этот духовный отдых и отпуск во имя Иисуса Христа. Пробуйте этот пассивный пост и будьте благословенны. духовно растите, развивайтесь, приближайтесь к Богу. Начинай этот Новый год. Нам нужен Бог. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok